как вы переехали то как я видел вас переезд я поэтому и звоню вам думаю уже переехали наверняка уже более доступ получше интернет да лежу отхожу второй день кровь идет мне шкаф перевезут растрясут там у меня мочевом почках и начинается это кровотечение ничего это у вас каждый раз это потрясение для вас да переезда ну конечно вы на следующий год опять на лето все равно поедете даст бог если доживет ну даст бог поедем конечно но я думаю уже поедем все уже без переезда то есть матушка уже последний как бы и сегодня аргумент включила то что скважины нету оставаться не можем на зимовку так как батарш перемерзает у нас там вода по верху идет вот а нужна скважина я говорю ну а если вырым скважину ну тогда будем оставаться так что это наверное последний год а на следующий год будем даст богу деревни конечно я расстроился с александром так мне жалко его состояние но мне как-то за церковь я как-то защититься хотел знаете как как за мать свою которую пинают ногами и как бы вроде он хороший человек ну говорит слова такие просто как я не знаю кто не влагает эти слова у меня просто коребит меня коребит настолько ну я как бы я виню игнать тихоныча это его это его детище это его плоды это он насадил столько вот вот этого против церкви как бы говоря о церкви и говоря против него постоянно то есть вот это вот это мы не можем голове разделить себе вот это сейчас хорошо церкви я говорю сейчас я говорю плохо но это я не о церкви говорю об организации не об организме об организации то есть почему-то всегда и нам надо вот это разделение сделать а а у него этого нету и он ему же прямо вот михаил говорит ну ты вот обратно скажет ты православный или нет нет таком понимая как ты думаешь нет я вообще я не понял есть слово да и слова нет он его вот так он подводил вопросами его правильно ты православный или нет ты веруешь что церковь в единую в единую соборную святую апостольскую ему церковь и единую мы верим единую то есть мы он а он опа свое опять что-то свое везде свое-своё числый готовость ну чисто сектант чистый уже раскольник даже сказал то есть уже его сознание раскольническое он готов раскалываться и он уже готов я думаю даже у него будет последователи игнат тихоныч я винию на тихоныче только его вот у меня есть книжечка такая маленькая называется доброе исповедание православный маленькая православный противосектантские катехидис вот то есть те те обвинения которые сектанты употребляют говорят по отношению православия и чем хорошо это книже книжется там все подтверждено все евангелием все тут о мощах очень так хорошо сказано что там об иконах о мощах а церкви христовой о священстве и все доказано библии все все доказано то есть такая всякая все все что мы читаем символе вере что играет является можно сказать основой то есть все надо определять определение все все святые отцы выделили и дали нам символ веры и в этом символе вере все заложено только нам почему-то хочется учиться что-то вот мы чему учета все там все у нас от от ума от нашего горе от нашего ума который у нас он такой и он постоянно как сказать как сейчас это рефлексирует так называемое рефлексирует вот этот святые на борту отцы говорят что свое мнение как говорится в церкви она не твой минут она не нужно твое мнение церкви как таковое то есть церкви церковь есть стол подтверждения истины она на этом стоит и всегда будет а угнать тихоновича противоречия то есть у него у него идет тезис тезис идет такой и заметьте у него у него в чем я могу сказать что он у него сектантское мышление потому что он ни с кем не советуется он по он показался примером против своего своего брата то брат у него брат вообще струны слушать и он этим показал собственно пример и александру он посмотрел это игре на тихина ты же своего брата вообще ни во что не ставишь как священника и когда они не благословляйся это никогда у него не прочь как вы благословение не особо он приходит говорит не говорите о московской патриархии не говорите о ком там а вот это это мне сейчас что ты будешь там и там начинается у них прям перебранка начинается который не приносит не польза никому кто смотрит эти перебранки поэтому весь этот мусор который они выносят из избы он никому по на пользу не идет никому то есть у нас да у нас от семьи мы с матушкой у нас всякие бывают моменты где-то мы и и поговорим где-то очень даже честно очень честно друг с другом где но это все же это между нами остается потом проходит мы извиняемся и говорим ну ладно простину всякое находит на нас и мы прощаемся и прощаем и на поэтому литургии почему нужно прощать друг друга и другие приходим говорим господи да что же меня без какой-то попутал на самом деле какой-то ой какой-то проповедь правда отстаивание своей какой-то в своей правды вот именно что своей правды и на техничут это у них настолько сильно заложено что я против я не советую никому смотреть кто-то в этом он будет там вот там к нему отсылает смотрите у него все заканчивается чем я думаю вот вот сейчас последней встречи он хулит этого дворкина он хулит он просто проклинает этого но какими словами он поносит их это что-то это ради христианских православных человек может своих врагов так ну враг он тело 1 у тебя враг ты его защитил врагов но господь нам точно тоже говорит любите врагов своих любите а как как он ах он там манкурты какие-то слова находит какие-то даже неудобоваримые я говорю нет не мне не по не полезно вот мне не полезно и никому не советую а вот он там но он говорит да и всего этого того чего там ну а евангелие то не говорит уже уже евангелия нету и посмотрите откройте его я считаю его эти и вот и трехтомник это и там здесь постоянно идут и вот и вот его умозаключение умозаключение и постоянный он там он и он там чё хулит священство вот они ходят там прям написано с рукавами как у цыган какие там вот такие у нас вот а там же смысл есть в этих рукавах есть смысл не мы его придумали этот смысл этой одежды именно священническая именно почему священников выделяли из из толпы церкви особо особо а таких ну как бы особых людей которым ставили ставили при свитеры которые потом эти руки вы возлагали на болящих именно они потом церкви как было пели все пели вот стояли все пели все знали молитвы все пели а потом видят что в то в лес то по дрова стали стоп давайте выделим особо поющих так выделили особо поющих это назывался клирос тот клирос который сегодня мы имеем церкви у каждой то есть без клироса сегодня как бы уже не может пройти и для этого определенные люди ставились и так это происходило церковь история церкви она началась от деяний святых апостолов то есть церковь установилась тогда и пошла у него была своя история он эту историю все вычеркивает гнать их на чу прям то есть он он этого бедно я говорю этот святой андрей крицкий он прям там переворачивать он уже не знает как на месте на на небе место тебе не находит потому что гнать их и начал вдоль и поперек и это почему же он вот только пока только там на вторую ступень на третью не возвел а вот я возвел это все и посмотрите очень такой момент который меня он всегда поддерживает врагов не то что там там россии церкви гитлер для него он постоянно постоянно упоминает о гитлере постоянно упоминает о тех людях я не знаю которые враги были церкви сегодня о тех святых которых ну на мой взгляд но сейчас он стал на раппе не понимаем иногда употребляет это святителя ой преподобного серафима нового раньше хулил он преподобный сергий вообще он грош не стоит они не родились свыше говорит о ну как это так я к чему что вот это все на на наносит ну можно сказать он он же посмотрите он постоянно он пустого даже я даже заметил вы вы выучили всех всех его этих которых там мы сеешься ровно миссии что и уже все кто часто смотрит его ролики спектр знает и это ровно миссии через знать потому что он постоянно постоянно он он как этот зомбирован в круг в круге он в каком-то как бы сумасшедшем круге находится вот такое ощущение он не может из него выйти то есть его у него идет постоянно одно и то же то есть вот я думаю сейчас без без этого без дворкина боятся нет ничего подобного все время заканчивается дворкиным все время этим этим как вас скуратовским этим я уже говорю вы не знаю господи я там не знаю скуратовского но дворкина у меня очень хорошее отношение умеет всего книга сектоведние и он там очень он а чё тут плохого когда он борется с сектой предположимые светлеегова которые вообще деструктивная секта она нас там кто вот люди побывала туда вышел из этой секты они такое повреждение ума что им и до сих пор их реабилитировать надо таких людей а эти как его саентология что творится почему это же это же настолько опасно для даже для общества для государственного строя эти эти секты опасны и когда он там говорит такие вещи что ты зачем из баптиста пришел там нам намного все лучше я не могу понять это вообще все за человек тут же он говорит что это там а там лучше в баптистов ну конечно там бомбардировку любовью идет там бомбардировка любой там бомбы кидает любви то бомбы как они называют бомбировку любой уйдет у нас у нас вообще взглянуть ни на что и сегодняшнее состояние церкви она все она химиа все мы все расхрист 17 мы все не все расхристены таким с этим таким течением жизни сейчас в час Если что-нибудь начнется, Господь нам подаст, и все встанет на свои места. Мы начнем молиться, мы начнем сразу, вспомним, что мы православные, и мы будем благодатны, потому что мы будем принимать уже слова Божие, совсем по-другому воспринимать. А когда сытые мы, довольные, самодостаточные, то что нам надо? Ну да, он, Игорь Тихович, он, как говорится, не вечный, в принципе, уже больше половины седьмого десятка, и смотрите, завтра его не будет. Останется один телеканал «Спас» и «Союз». Разве это будет полезным, когда не будет того, о чем часто задумываются, ну, думающие люди, да, которые ищут ответов на вопросы на свои. Всего должно быть две стороны, как бы, он сам Бог использует два метода обучения, и пряники, вот сейчас, как вы говорите, и розги, да, вот, нельзя все время, как говорится, украшать, надо иногда и рубцевать по заднице. Вот, поэтому, я думаю, это не отъем, не будет лапки, но другой придет, потому что, я думаю, сам Господь ставит таких людей. Ну, потому что так должно быть. Нет, я не против лично и против него. Я против, я как человек тоже, не безразлично, что происходит в церкви, мне обидно, что воздействие от его слов в основном разрушительное. То есть, люди, да, могут, они, то есть, нельзя вне церкви со Христом быть, нельзя. Это, а он постоянно, он говорит вещи, которые любой богослов его просто может растереть, просто нет. То есть, он говорит, что там мусульмане, там они там, у них там даже это, то есть, он ставит, ну, не то, что, он говорит, не был, а, как говорит, я не буду критиковать, типа, Коран, ну как? То есть, святые отцы уже назвали ее ересью, великую ересью, исламин, как таковой. И это все прописано уже. То есть, нам, что нам надо только делать? Нам надо это просто найти у отцов. Что отцы, что об этом церковь говорит? А не что думает моя воспаленная голова? Да моя воспаленная голова такое придумала. Я один раз там проснулся и сказал, да мне надо свою религию организовать. Там лукавый так начал, я там, о, надо, глянь, у меня прям откровения пошли, поперли. Потом я говорю, господи, прости меня, я опять влез. Ну, сатан, просто бес, крутил. Я думал, о, я уже откровения, у меня такие откровения были, что я там, все, я могу. Я уже реально, я там уже себе что-то, там, что-то о себе начал думать. Потом думаю, господи, прости меня. Пускайте все там способности у меня от меня, если даже они, если, как у нас один рассказывал. А, этот, Антоний Сурочский, митрополит, который все уважают, вот этот современник наш, у него очень такие книжки, вот кто ищет, тот там найдет все. Там есть и хлистают по попе, там нет лилейности постоянно, нету. И он там говорит, что когда я пришел, вот когда он к Богу пришел, у него были способности предвидеть. Вот такой дар у него был. И он спросил, он говорит, господи, если от тебя ставь мне это, если нет, пускай ты уйдет от меня. Это все ушло от него. То есть дары, дары, божественные дары, они, это же тоже дар. Вот он здоровье дар, вот все господь дает по дару. Вот у него есть тоже какой-то дар. Но я всегда спрашиваю, от Бога ли это дар, Игнат Тихонович? Вот это память его феноменальная. Но в то же время меня пугает его немирность. Его не то, что немирность, а кто не со мной, кто против меня, тот против Бога. Он ставит равность. Это уже да. Это равность ставит. Кто против меня, тот против Бога. Ты меня не смей критиковать. Посмотрите, у него ни одной критики сейчас. Он меня все эти комментарии удалил. Он все почистил, все поле почистил. Его нельзя не критиковать, его нельзя с ним, то есть он все, он, а что мне? Что вы мне? Я сам, чуть ли не Бог, у меня откровения от Бога льются прям в голову мне. Вот я весь сижу такой, весь, и мне молюсь, и все мне дается. Ну извините, эти книжки, которые ты написал, там половину выкинуть можно. Даже не половину, а отредактировать, там ничего не останется от этого. Но если все это навалить, все то, что у меня в голове вот сейчас, да вы скажете, господи, да что там творится в твоей голове? И я же не все, я же не все, что у меня из голове вываливаю. Я понимаю, что не все и полезно никому не будет, никому. Мое то, что во мне есть. Я всегда проверяю, а это Боже ли, или это мое опять какое-то, какую-то воспаленность. Я говорю, господи, как? А Библия, а он говорит, а у вас Библия? А у всех протестантов Библия? Они только Библию, только у меня один этот. Он Библию там наизусть знает, на самом деле. Вот он там оп-оп-оп, все, протестантов, все, он там сразу все. Я с ним начинаю, когда разговаривать, там, ну, очень сложно с такими людьми, он очень подкованный в этом смысле. Но, опять же, я говорю, ну, церковь-то все равно одна. Ты согласись с этим? Хоть с этим, что единая церковь. Ты находишься, или я нахожусь вне церкви, или ты находишься вне церкви. Так, надо определиться, кто я или не нахожусь, или ты находишься. А я могу подтвердить, что моя церковь имеет преемственность апостольскую. У меня даже есть, тут даже, вот в этой книжечке есть, прям вот, прям выложены все апостолы до нашего времени. Все, от апостольского, патриархи, митрополиты, ну, все там, которые были, все вот есть тут. Прям вот они идут, сейчас где-то я на все не открывал. И идут они прям всем до нашего времени. То есть я могу, ну, есть, то есть есть прям, вот, прям вся последовательность. А у вас, говорю, нету этого. Ну, и начните дальше. Вот с этого и надо начать. Какую точку я принимаю? Если я в церкви, все, точка, я ставлю, как же сказать, межу, межу, все, я застолбил, как этот. Латкин часто любит там. Достолбил, то есть я вбил, в клин, все, я стою на этом. Это мое основание. И я начинаю тогда уже в этой семье жить. А что происходит внутри этой церкви, церкви? Это другой вопрос. Священство мне не нравится. Опять, священство. Вот это слово священство. Я не принимаю текст. Ну, это личная обида какая-то от каких-то священников. Он увидел, ну, закусился он с каким-то священником, видать. И у него против всего священства пошел вот этот. То есть не имеют они... То есть он, видите, дошел до чего? Типа самому я могу, я сам могу дома преломлять хлеб, и типа вот это и будет мое причастие. Стоп. Тут, тут, это же, это же не просто там кто-то взял, там захотел, давайте я там будем в церкви это делать. Да, раньше по домам, когда первые христиане были, они собирались по домам. Но это же потом все, посмотрите, в Деянии святых апостолов, там все очень четко написано. Как ставились пресвитеры, как ставились главные, потому что церковь расширялась. Им нужно иерархию бы уже создать, потому что это порядок. А то, что сегодня такое священство... А извините, а кто, какое священство может прийти сегодня во священство, если вчера эти родители этих священников убивали, священников тех, убивали из-за нашу страну, ушли храмы. Они вот эти дети, остались сегодня, сегодня эти дети стали священниками сегодня. И какая у них наследственность? Вот такая наследственность. А многие просто приходят, не скрывая, что они приходят там деньги зарабатывать и как-то концы с концами сводить. Но это же, это же не все равно не отменяет, что церковь... Да, она проходит этот этап жизни. А в церковь... А когда было? Там и... Там читаешь про эти смутные времена. Да там что творилось тоже. Всегда было всего, хватало. Я к чему? Что я там... Я очень хорошо отношусь к Игнатиховичу. Все равно я... Если бы я знаю, на личной встрече он вообще человек очень доступный и где-то и остроумный где-то. Но он же говорит вещи... Ну, как сказать... Ему никто не дает ответа. Ему никто не дает... Он не дает... Он не для диалога. Он не хочет диалога. У него постоянный монолог. Монолог. С кем только монолог? С кем ты тогда... Я вот... Я вот... Я написал там... Например, у меня был там... Такой был... Ну, одно время я писал. Что-то писал. Писал. Ну, пошло такая... Прям радость такая. Боги. Хотелось бы дневник вести, как Ян Кронштадтский. Я писал там. А потом я так думаю... А чтобы это опубликовать... Если... Ну, это для себя в стол я писал бы. Да. Я писать могу все, что там угодно. Но... Когда... Если бы я это поставил бы на всеобщее обозрение... Что я сделал? Я просто пришел и сказал одному... Ну, батюшке. Пришел, говорю. Вот как это? Это не это. Он почитал, сказал. Вот тут, тут, тут поправить можно. Потому что тут немножко, ну, не соответствует. Оп, я там поправил. Там другому пришел. Он там тоже что-то посоветовал. То есть... Вот это и есть собор. Как я... Как я... Вообще, как я... Живу в церкви, я собираю разных мнений. О себе. Даже не о себе, а о том... О себе-то ладно. Если это близкий друг, он мне скажет, я там сделал тот и тот по поступкам. А по моему... По моему продукту, что я произвел из себя. То есть тут нужно уже, извините меня, а тем более связано с Богом. Связано там... Со спасением души. То тут надо, извините, очень серьезно к этому отец. Надо собор. Нужно... Поэтому в этом-то и заключается церковь. Когда говорят, брат, ты полетел на небо. И как сказано, если видишь, что твой брат летит, он уже с ангелами там общается, возьми его и тряхни его. Чтобы он шмякнулся об землю и немножко проснулся. Что он еще не ангел. Что мы еще... Мы еще земля. То есть мы еще находимся в персти вот этой земной. И нам еще вот этот перегной, вот этот... Нам надо еще этот перегной где-то еще... Мы еще не перегнили, как для Царства Небесного. Мы еще не... То есть у нас еще происходит еще какой-то процесс. То есть мы еще в процессе пути этого идем. То есть говорит, Бог нас что-то не забирает сейчас. Значит, не забрал. Значит, нам еще что-то предстоит тебе пережить что-то. Что-то еще... То есть что-то нам еще надо сделать. Кому... О чем мне сделать? Книгу я не напишу никакую. Какое-то там... Там... Дело какое-то там... Очень уж какое-то важное я не сделаю уже. Потому что у меня и духа нет. Я слышу, что к этому каких способностей у меня особых нет. То есть... Ну, я трезво к себе отношусь. Поэтому... Ну, я-то все равно еще живу. Значит, мне надо что-то еще делать. Значит, мне надо совершить какое-то дело. Ну, какое-то внутреннее дело. То есть внутри что-то у меня оказывается. То есть это связано с моей личной жизнью. Вот, я знаете, что могу сказать? Мы вот берем такие вот масштабы огромные, глобальные, да, решать там какие-то вопросы. Вот, а перед Господом все гораздо проще. Он вот дает, подает вот эти вот, как бы, испытания нам друг перед другом. Искушения, можно так сказать. Чтобы мы всего-навсего научились прощать и любить друг друга. А нам кажется, что это тут глобальный... Вот он эти книжки написал, 38 томов. Вот кажется, это невообразимо. Да кто их читал? На свете нет ни одного человека, который бы прочитал эти книжки. А это все создано для чего? Чтобы научились вот любить просто такого вот Лапкина, какой он и есть. Господь это попустил. Да, да, я согласен. Там все гораздо проще. Ну, поймите, он, если бы, ладно бы, мы бы жили с вами в одном селе, да, а его смотрят люди. Смотрите, кто его поддерживает. Все, кто ненавидит церковь, те поддерживают. Те, кто как бы все смешивает, знаете, поп, поп. Я говорю, а ко мне говорят, как к вам обращаться? Я говорю, ну, если что-то плохое что-то сделаю или что-то такое, ну, поп, наверное, буду. А если я что-то доброе сделаю, то, может быть, батюшка назовите. То есть еще батюшке надо стать, правильно вы говорите? Прощать, ну, как прощать? Опять же, вот это все прощение, оно, ну, не знаю, оно вот это тоже мы можем войти в такое, ну, как сказать, лукавое состояние прощать. Но, в конце концов, сегодня мы, мы прежде всего, кого прощаем? Конечно, конечно, себя любимым. Мы себе слабости делаем, себя потакаем, себя как-то... То есть часто вот эта фраза слышится во время поста. Да, ешь колбасу, но не ешь людей, вот это. Все вроде, да, вот все правильно. Но любовь – это совокупность всех совершенств, говорит Господь. Ой, апостол. Ну, можно сказать, Господь словами апостола. Говорит, любовь – совокупность всех совершенств. Представляете? Это высшая точка человеческого, можно сказать, бытия. То есть все, этот человек... Ну, это уже, не знаю, это вот состояние, как раз Господь и принес нам. Он нам показал это, вот это, что такое любовь. Только в этом состоянии мы соединяемся с Господом. Как только в состояние любви мы входим, тогда только мы соединяемся. Как только мы исключаем из своего сердца состояние любви, вот это все, мы тут же от него отлипаем. Вот, и в чем как раз Господь говорит, когда застану, в том судить будет. Тоже, да, в том судить. Если Он застает нас в состоянии без любви, мы будем осуждены именно вот по этому состоянию. Поэтому опасно очень находиться в состоянии, как бы, вот такого, ну, понимаете, о чем. Надо научиться во всем, во всем как-то для себя. В первую очередь, как Серафим Саров сказал, спасайся, сам спасись. Сам, себя, никто мне не нужен. Кого там спасать, дайте я сам спасусь сначала. И все. А что там? Я для себя как-то вот так думаю. Не, не. А то, что говорить, говорить обо всем надо, конечно, говорить там, и о церкви, и о Лапкине, обо всем говорить. Ну, потому что мы нуждаемся, мы созданы по образу, подобию, мы, как бы, творцы. Наш ум не дает нам спокойно сидеть, нам постоянно нужно размышлять. Ну, дело в том, как мы размышляем, в каком направлении. Поэтому мы должны постоянно корректировать наше направление. А с помощью чего? Вот с помощью как раз вот сегодня Господь попускает, да, вот Александру там, допустим, на пути немного отклоняться. Ага, мы, глядя на это отклонение, мы себя проверяем, на правильном ли мы пути находимся, да, и утверждаемся на своем пути. Я думаю, это все настолько промыслительно Господом, что кто знает. А может, сам Господь вот поставил вот на этом пути, да, вот, и что он не может, он уже не может, ну, тот же Лапкин, он не может с него никак слинуть, потому что Господь ему не дает. А на чем вот, на чем проверить можно? Ну, вот, почему у него все так гладко получается? Почему все срок сходит? Казалось бы, вот с этой, ну, вот с этими приезжали летом-то в лагерь. Ну, там, казалось бы, там дело раскрутить, глядя на эти ролики, там вообще нет никакого затруднения. Посмотреть, как он лапает эти продукты, потом этими руками дает детям, сам ест, потом своей же ложкой кормит других детей. Тут завести дело, расплюнуть на него уголовное. А почему все опять сошло с рук? Ну, тут я думаю, я думаю, что тут сработал механизм такой, просто государство сейчас вот этим службам не нужен этот, если они сейчас его посадят, то там будет волна, и поэтому они тоже там понимают, что это сейчас не нужно им. Ну, там своя политическая какая-то тоже есть подоплека. Он же все выставляет в этот, в YouTube. Нет, вы все правильно говорите. Я даже под всем, можно сказать, подписываюсь, но тут другой момент. Когда он касается, ладно бы, там, заблуждения его касались бы только его лично, или там Александра. Ну, если бы, ладно, вы бы не выставляли бы эти видео. Да, вы бы не выставляли для личного пользования. Собственно, он и говорил об этом, что он против выставления. Да, может быть, тут он более прав, что нельзя выставлять такие вещи. Почему? Потому что он, вы же сказали, что он в поиске, а вы увидели, что он уже как бы все, его надо спасать, где-то помогать ему. И вы выставили для его пользы, казалось бы. Но он, вы же сами говорите, в поиске, значит, надо дать ему возможность перебродить, перебродить этим, перегнить, чтобы это перегнило в нем, чтобы это, главное, не вышло в эту бесовскую гордость, которая, кстати, попахивает, вот эта бесовская. В чем проблема? Именно бесовская вот эта гордость, которую невозможно никак, вот если блудник, он блудит, его понятно, вот его грех был блудный. Вот он вор, он понятно, он своровал. А тут как зацепить? Как вот эту гордость, гордость, сам вот этот корень, этот стержень, который, если он войдет в сердце, как змея, вот Чук и Гек, да? Ой, Чук и Гек, это снежная королева Андерсона, она же именно, почему Чук попал, в него попал, вот этот холод попал, вот эта гордость попал, вот это бесчувственное, вот это состояние. Он говорит там о слезах, да? Он говорит, вот Александр, он четко, он же вот в данном моменте совет четкий был. Александр, научись плакать, плакать обо всем, обо всем мире, о себе, о мире вокруг себя, потому что без слез на этот мир нельзя взглянуть. Я на вас гляжу, я себя только сдерживаю, если честно, я у меня аж прям, я отхожу, у меня все, у меня просто всего это. Я всегда вспоминаю, я не знаю, у меня, ну то есть весь мир, он нуждается в наших слезах, потому что мир падший, мы как адамы, адамы должны плакать. Что из-за нас, этот мир страдает весь, животные страдают, все страдают, и мы, и мы виновниками этого страдания, и мы должны оплакивать этот мир, потому что он ушел от Бога, и за нас ушел от Бога. Потому что весь мир, весь мир, это падение, все упало, бесчувственно. Он говорит, да ладно, что ты мне говоришь, я все это сам знаю, и он вообще не слышит, что ему говорят. Вот Игнатий Тихонович, он из этой породы. А любитель, ну конечно любитель, он достаточно обаятельный человек, достаточно, он свой имидж, имидж так называемого, такого старичка, боровичка поддерживает. То есть такой, ох, бойкий такой, весь такой, на правде такой. Тут как любовь можно трактовать, эту любовь, ее легко можно понять по отношению друг к другу. Господь сказал, Настя, научитесь немощи друг друга носить. Вот, мы видим его немощи, мы вспоминаем свои немощи, вот, и предлагаем ему вынести наши, а мы его понесем, вот. Он же с Куратовского, он же с Куратовского и этого не несет. Вот, вот, он не исполняет заповеди Господние, он не несет немощи других. Мало того, он их как бы каждый раз, это вот какой-то, это же самое, что я вот сейчас буду вставлять в видео, если каждый раз. И каждый раз я буду, ну предположим, там, Игнат Тихонович постоянно вдоль и поперек его. А там же полно всего, я вот беру любой материал, я говорю, я там прям, прям бери и прям это, и все прям можно выдавать. Прямо выдавать, выдавать прям вот с листа. Вот, да, вот то, что он сказал, то, что он сделал, то, что это, ну мы с вами, помните, разговаривали об этом, да? То есть мы, мы в этом, как бы, еще не все исчерпано, потому что он же постоянно, он постоянно фонтанирует, фонтанирует, у него фонтан, это, он как бы, он думает, что это все будет потом просматриваться, а не кто будет, кто это будет просматривать. Как я могу, я, если бы я с ним был бы лично, я бы к нему сказал бы, подошел бы, ему сказал все, как есть. Но я точно знаю, если бы я ему скажу, он меня уберет от своих... Из книги жизни не вычеркнет меня. Да, да, абсолютно верно. И то есть ему никто ничего не говорит. Ну как человеку, человеку надо все равно сказать, мы на той церковь, мы на той церковь. Любовь, это же, ну, любовь, ну, хорошо, это от любви. То есть если бы я был к нему равнодушен вообще, ну, мне, к чему там, мне смешно, там, я, о, его плюнул. Но мне не все равно, что он говорит. Значит, мне есть какое-то дело до его жизни личной. Значит, может быть, вот в этом неравнодушие есть, хоть какое-то чувство. Конечно, конечно. А потому что сегодня и самое страшное это равнодушие. То есть вот это равнодушие, которое люди проходят, там человек... Там Александр, вот я вообще Александр, у меня все, у меня все княрцы от Александра. Вот он весь, он ушел, вот, и мне вот это, его, у меня прям аж, прям, холодно. Повеяло, вот таким каким-то холодом, нехорошим. Он в таком своим стоит. И он, и он, главное, это все как-то оправдывает. Ему Михаил не понравился. Он прям, вот мне Михаил, он ему вопрос, он прям такие, пытается разрезать ему. Все лишнее убрать. И вот, быть, ты злым или нет? Ты православный или нет? И он весь вот так, как уши на сковородке, не знает, и в то же время. Но, благо, не обиделся. Вот еще хорошо. Не обиделся, потому что первый признак, признак сатанинский вот это состояние, когда ты обижаешься. Тебе кто-то, твое, твое, против тебя кто-то пошел. Не пошел, в принципе, а против твоего мнения. Это твое же мнение. И ты с этим мнением не можешь расстаться, потому что оно твое. Да ты отпусти его. Оно, это мнение, это мнение. Это же сегодня одно, это завтра у тебя, другое будет мнение. Но это твое мнение. Его надо, с ним надо, если тебе человек доказательно, тебе сказал еще и брат такой, как Михаил. Он очень серьезный брат. Мне он очень понравился своим таким основательным таким утверждением. Он тоже неравнодушный к нему. Он же тоже вышел на эту встречу, вот вы как строем пообщались. Это же тоже, вот это и есть любовь. Он ему очень хорошо пытался. А где-то по-мужски, там где-то, да, они там где-то входили в такое состояние борьбы некой. Но это без этого никак. Вся жизнь у нас, мы на то и созданы в церкви, чтобы мы друг другу... Конечно, со стороны смотрят нас, когда другие люди неверующие. Они считают, что он православный, они там между собой не могут договориться. На самом деле не могут договориться. На самом деле враг рода человеческого всех нас сегодня крутит, вертит, как хочет. И только из-за того, что мы сегодня, вот у нас эта свобода появилась. Вот эта неимоверная свобода, с которой мы не можем ничего сделать. То есть мы все смотрим, все, мы всеядные стали. Смотрим все подряд, слушаем все подряд. То есть это все, раньше этого не было, поэтому человек был цельный. У него мысль одна, он придет, там у него в храме учились, там, в псалтире учились. Слова божественные входили в человеку с самого детства. Слова божественные были уже в голове у человека. Можно сказать, целые псалмы были в голове у человека с детства. Потому что он в храме, в храм постоянно ходил, в храме слушал псалтирь. И псалтирь вошла к нему в душу. И он жил уже этими глаголами. Ну то есть везде какие-то поблажки к себе. Себя-то я... И поэтому я говорю, господи, а что я могу сказать Александру? Ну что я могу ему сказать? Я его не перебежду, ничто. Поэтому кто я ему такой? Мы с ним даже особо-то еще не знакомы. Так вот по видео и все. Но у меня к нему на самом деле теплое чувство. То, что он помогает. Он все равно человек такой, ну как сказать, убежденный все-таки. Видно, что он искренне где-то, искренне заблуждается, искренне живет значит. Ну слава богу, что он идет на диалог. Это что-то с Игнатом Тихоновым. Но Игнат Тихонович сейчас исправляет то, что набрал. Сам и наделал. Он то, собственно, исправляет то, что... И поэтому происходят некие вот эти конфликты. Потому что сам Игнат Тихонович конфликтная личность. Потому что конфликты происходят внутри у него самого. Нет, он иногда у него переключается. Он понимает, что он загибает. Он говорит, ой, ну нет, ну вот я тут приду, я за вас молюсь. Говорит, а как он молится за Куратовского? Ах, и чтобы он... У него нос отгонил, что ли? Чего он, как он молится? Потому что у него столько этой злобы против этого Куратовского, против Дворкина, Господи, Александр... Александр Леонидович, Господи, помоги ему, чтобы все это выдержать. Потому что вот эта любовь, казалось бы, к чему... Вот она, вот она, вот она. Вот вы правильно говорите? Вот вы в мире со всеми стараетесь. И вы правильно сказали, что я всегда держусь мира? Потому что миротворцы, они кто? Они с сынами Божьими нарекутся. Миротворцы. И тут другого мира не может быть. Если меня Господь застанет в возглобе, правильно сказали? У меня батюшка один очень хорошо сказал. Я там пришел к нему, он говорит... А он меня в своем состоянии увидел, такого гнева. Может быть, правильного гнева. Я там все сказал, я был настолько прав в своем гневе, то он говорит, это состояние плохое. Тебя сейчас может перекладить сатана. И ты окажешься в злобе. И вот это злобе... А потом эту злобу очень сложно будет с ней бороться. И вот эта злоба... А Господь, как сказал, в чем застанут, то он судить будет. В данной злобе тебя Господь застанет, и ты в этой злобе окажешься. Вот что? Я так испугался этого. Я говорю, да, на самом деле, а сейчас я умру. А я умру ночью, например. Ну, сердце остановит. Сколько таких было случаев? Просто умру. Нет, но люди иногда в эмоциях и умирают как раз. Они эмоции и дают остановку сердца. Иногда человек входит в такой раж, что у него не соглашение. Да, у него лопается сосуд и все. И в этом состоянии как раз и уходит. Поэтому как важно. Ну, даже я с матушкой тренируюсь вот на этом. Я смотрю и у меня, и у нее получается. Даже если мы закусываемся, вот, где-то на чем-то, мы уже раз, ну, пять минут, десять не проходит. Минут как, она уже все заходит, и я тут. И у нас как будто и ничего не было. Мы уже раз разговариваем, все, она, да, все нормально. Как будто и не было. То есть вычеркнули это состояние, которое было. А бывало раньше как. Бывало и на ночь расставались все с обидой. Да, и на следующий день дулись друг на друга. Вот. А поняли-то, что это неудобно носить-то друг друг перед другом. Такое состояние слишком болезненно оно. А мы, а мы с сестрой росли, мы могли, мы могли с ней. Три дня вот мы вместе росли, мы четыре дня с ней не разговаривали. Четыре дня. Просто, вот мы ели, все, ей там было, может быть, лет там. Ну, мы росли вместе. Она, ну, погодки, она на полтора года все старше меня. И мы вместе росли. И она меня, это, вот что-нибудь обидится, как на меня. И все. И я, и я тоже там, я тоже попробую там. И я не первый не шел на примирение. Вот я не шел на примирение, даже если я был бы, ну, не прав. И я всегда ждал, что она попросит прощения. Я, не то что прощения, а как-то первый там, ну, как-то разговор начнет, как бы, непринужденно. А это очень тяжело, вот, это, начать разговор непринужденно, когда ты такой весь сидишь в правоте. А ты уже, самое что страшное, ты забыл уже о чем-то, была. Ты начинаешь, так, так, я же обидел, так, я на нее обиделся. Так, сейчас я вспомню, а за что же я обиделся? Так, 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 быстрее, быстрее, а то нехорошее положение попадало. Правда же, да? То есть человек, человек обиделся, а уже причина обиды, он ее не помнит. Вот это да. Я тоже, да, я думаю, ну, вы знаете, я, просто для меня есть такой, как бы, критерий, который я стараюсь, ну, все-таки, придерживаться. То есть я, есть, есть вещи, за которые надо человеку сказать, как-то, вот, свое несогласие. А есть вещи, которые можно даже и не заметить, как будто ты этого не видишь. Там недостатки человеческие, да, как бы я этого не вижу. Но есть вещи, которые касаются уже не то, что там его лично, а лично уже спасение. И через него человек, смотря это, его видео, он увидит, что возражений нет, значит, он прав. И где-то он, да, он говорит так убедительно порой, порой, что все, и он же говорит, говорит, на самом деле, так, с таким, как будто все, последняя инстанция, за ним больше никаких возражений не должно быть. И поэтому я, я, как бы, и говорю порой, я сам с собой веду диалог. Да, я где-то, может быть, я думаю, даже для этого и вы правильно сказали. Он дан такой человек, чтобы мы сами себя проверяли, кто мы есть на самом деле. И где-то, ну, я, скажем разом, утверждаюсь, утверждаюсь в церкви. Я, то есть, после него слова, я все больше и больше держусь в церкви. Я больше и больше хочу познать, что есть церковь. Я хочу, то есть, больше и больше после его слов, я понимаю, что, как, какая, какой, как говорят, восторг, я, что я русский православный христианин. Благодарить, когда приходят все отношения человеческие, все становится, все становится блеклое, все очень, очень неважное. И ты уже, а вот я, знаете, к этому мысли пришел? Когда вас привозили, и вас, когда вот так в эту машину заносили, я так в этот момент понял, вот Господь так вас заберет, когда, да, и вот он, и ангелы вас возьмут, ангелы, вот ангелы, как вас несут, вот эти мужчины, вас на этой постели, так и ангелы вас возьмут. И вот только будете хлопать глазами, как хлоп, 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 и смотрите, куда вас несут. То есть вы уже не будете, все, вас уже ангелы понесут, и уже все, что там на земле осталось, это уже будет настолько все, уже неважно. Вот это, такое ощущение такое, ангелы такие взяли вас, и прям несут вас, и вы уже в эту машину ли, куда там уже понесут, куда привезут уже. Одна память только останется так, а с этим, как у меня отношения, а с этим, как отношения, а с тем, как я наладил или не наладил, об этом только будем вспоминать. Приходит ко мне женщина, говорит, батюшка, у нас там плохой отец уже, ну я беру причастие, у нас заготовленные дары есть, дароносица вот стоит в храме на престоле, такая, такая красивая, такая, можно сказать, дароносица такая красивая, с крестами там, открывается там маленький, такой сундуч, ну такой для дарохранительницы, готовятся там, в ней приготовленные дары, которые приготовились на Великий Четверг, на Великий Четверг в Страстную Седмицу. Готовятся дары специально, специально на год, именно для болящих, кстати, я этими дарами вас причащал. И вот это, и она приходит, говорит, ну вот все плохо ему, а я боюсь, я вот, он в храм не ходил, там его жизнь для меня очень темный лес. Ну и раз пришли, они пришли, родственники, я пошел, и я всегда говорю, господи, ну, благослови, как-то прошу у Бога. Потому что страшно не то, что там причащать, страшно, когда он выплевывает, то есть он берет там, может выплюнуть, тебе придется все это съедать, если оно упадет, тебе там надо, ну, это целая история. Это благовение перед кровью Христа, перед телом его, перед, можно сказать, вот это есть сам Господь, и его, ну, так пренебрегать, ну, это страшно просто. И вот, мы пришли к нему, а он лежит, такие глаза у него, ну, все, он уже, видно, что он уже не с нами. То есть он еще в теле, но он уже не с нами, этот человек. Не слышит, но он уже, что-то еле я, но он от меня на меня отреагировал. Я как-то пришел, он на меня, опа, и смотрит. Я говорю, вы с Богом хотите быть? Он так на меня смотрит. Я говорю, у вас сейчас время, как раз этого, время, вот это сейчас самое важное для вас время. Но я вот знаю, что душа-то все равно все слышит, душа все слышит человеческое. Могут и уши не слышать, могут, а душа все слышит, у душе есть своя память, знаете, да, у душе есть память своя. И она самая большая, эта память, душевная. Мозговая, она ограниченная, а душевная, она очень, она прям, как вселенная безграничная. И вот, я его прич... А, они его посадили, лежа, как не причащают, чтобы, ну, не дай бог, упверхнулся или что-нибудь. Они его посадили, а он уже все, весь высох, весь. Ну, уже все, уже там, обтянута кожа, все. Страшно смотреть на него. Он открывает рот, а там у него зуб, не зуб, там какая-то у него, все, у него там больной, пищевод весь больной. Он там, короче, он его там... И я ему, господи, говорю, даю ему причастие. И он не глотает, открытый рот так держит. Это вообще страшно. Что он, кстати, вот открыл рот и держит. Ему не закрыть ничего. Я пытался ему закрыть, но он закроет рот, и он сглотнет. Нет. Вот и держит. И я, вы знаете, я такой стою около него, мне такой... И мне пришла прям мысль к Богу. Я говорю, он, говорит, сейчас думает, с кем ему быть, с Богом или нет. Вот прям он, он как бы задумался. Вот встал, рот открыл и стоит, и смотрит. Как бы в никуда смотрит. Потом он... А ему тяжело, или у него очень тяжело, глотает он тяжело. И все-таки он проглотил. Проглотил. Все, я успокоился. Все, его положили, ушел. И он утром рано умер. Умер, говорит, спокойно. И он в гробу, вот, знаете, вот лежит тут. Ну, хочешь, не хочешь там, субъективно все равно. У него даже лицо стало лучше как-то. Прямо как тело, как бы обновилось у него. Тайна спасения, она, конечно, удивляет. Я, конечно, порой даже не углубляюсь. Осипов сейчас часто, он, кстати, отстаивает эту точку зрения. О все прощающем Боге, который всех простит, в конце концов. Где-то помотарит, помотарит, если душа там... Ну, у меня как бы есть такое ощущение. Ну, как, я не понимаю просто, да, ощущение человека ада. Где мы, ну, если, да, если... Такое ощущение, что, ну, какие-то высокие особы, вельможи сидят там в палатах, там, да, там, веселятся. А там под полом у них, там, да, там, рабы там. Ну, и рабы не просто рабы, а твои родственники. Вот ты там, мама, папа, они все под полу. Что ты, ты сидишь тут, пируешь, что тебе хочется? Взять своих родителей, да, они там под полом. Взять, вытащить, посадить рядом тут, сидеть, чтобы тоже они радовались. И мы по-человечески не можем понять Бога. Поэтому нам лучше понять простыми человеческими критериями. А ты рай, спасение и гибель. Кто в меня верует, тот спасется, кто не верует, тот погибнет. Все, точка. Ролик делаем, мы там с парнем с одним тоже разговаривали как раз на эту тему. Ну, что святые об этом говорят. Мы, почему мы не будем думать о них, как о, ну, о те люди, которые спасутся, да, в Царстве Божьем окажутся. У них понимания такого не будет. То есть Господь сегодня предлагает каждому. Ну, святые с чем ассоциируют это? То есть Господь – источник света. Ну, уподобим его Солнцу, да. Вот, Господь – Солнце. Чтобы нам приблизиться к Солнцу, нам надо самим стать огнем. Вот. А если мы не огонь, если мы другая какая-то субстанция, там, допустим, другая стихия, вода мы, да. Ну, мы на подлюде, там, на самом минимальном мы испаримся, все. Господь-то говорит, станьте совершенно, да. А люди не хотят стремиться к этому совершенству, поэтому это нормально можно воспринять все. Он сам сделал свой выбор. Ну, да, интересным. Ну, вот, Серафим, кстати, дословно огненный, пламенный, Серафим, дословно. Ну, да, так это интересно. Интересно, что, да, приблизиться к Солнцу надо стать. Ну, я, я думаю, а если я не стану огнем, да, вот как это определить, горю я или не горю, или я головешкой клею. То есть, как вот это... Ну, поэтому и названы вот, как бы, три, на три категории разделяются люди – холодные, теплые, горячие. И вот смотрите, расстояние, да, допустим, относительно Земли и Солнца, да. И вот на определенном расстоянии каждые люди будут получать свои места. Вот, допустим, кто-то немного оторвется по отношению к Солнцу от Земли, кто-то на середине пути остановится, да, кто-то ближе, кто-то ближе, а кто-то непосредственно в самом Солнце будет находиться. Ну, вы говорите о планетах, это как планеты состоят. Планеты так, планеты есть близкие, близко к Солнцу, там... Ну, можно и с этим, да, ассоциировать. Вот, то есть это... Ну, ну да. А там, где Бога нету, да, вот, где нету, ну, что значит нет Бога? Вот сегодня мы живем, у нас есть... Что мы имеем, какие... Мы имеем надежду, к примеру, да, любовь имеем, вот, веру имеем. А там уже, вот, где люди, они даже, может быть, и не будут на сковородке ржаться. Они просто вот этих чувств не будут иметь никакой веры, никакой надежды, никакой любви они не будут иметь. Без любви уже, без веры, вот как у Данте написано на вратах Ада, оставь надежду всякосудовходящей, да. Жить без надежды на свое, ну, как в вечности находиться, да, не иметь надежды на личностный рост, то, что ты не совершенствуешься, да. Мы живем, мы живем ради совершенства. Вот, а сегодня мы видим людей, которые зацикливаются просто. Не надо мне ничего, мне и так нормально, не лезьте ко мне, оставьте меня. Вот он ходит, собирает бутылки, да, ему больше в жизни. Или сидит на паперке с протянутой рукой, это жизнь его устраивает. Зачем ему больше? Так и там будет все. Он, он получит то, чего он хотел. То есть он будет, он как бы, он довольным будет тем состоянием. И он скажет, что не надо меня не давить, и мне тут нормально. Ну, как вот человек, если вот у меня один человек говорит, я вообще не хочу, я не хочу вечную жизнь. Он прям так открытым текстом говорит. И я, я его не могу никак перелюбить. Он говорит, а зачем мне? Я сейчас это же прожило только, прожило там, то есть, нравственно, не нравственно, я, говорит, я об этом, нет вообще критерий такого. То есть для меня там, ну, там, говорит, если там, у человека съесть, и то, говорит, это, ну, это может быть, да. А так он, и он убедительный в этом своем, и я ничего не могу, я как бы оставляю его в покое. Ну, в смысле, я его не трогаю, этого человека. Потому что он уже сам себя определил. И он, вы сказали, да, не трогай меня. Я его не трогаю. Разбойник на кресте тоже был благочестивый, другой, а другой нет. И тот, который не был благочестивым, тот хулил и поносил Бога. И Бог ему слова не сказал. Почему надо, я думаю, всех-то как-то и жалеть? Жалеть, потому что сейчас жизнь-то, ну, очень тяжелая. Тяжелая в каком смысле? Человеческом. Люди жестче становятся, люди становятся, где-то не слышат друг друга, где-то... Не, хотя вот очень, я так думаю, все равно очень много, когда вот отзываются люди, все равно чувствуется, что людей много добрых. Вот доброта, вот эта доброта, которая еще ее, она еще есть. И вот еще, как бы от этого радость приходит, что там люди такие жертвы делают, такую, такие, ну, можно сказать, отрывают от себя, там, я просто поражаюсь. И тут я, и тут я вообще прям удивляюсь многим людям, что вот люди так вот могут... Там многие вообще достаточно небогатые люди, и тем не менее, всегда умудряются, там, кому-то там что-то переслать, что-то дать, что-то как-то потрясающее. Я вот еще ночью вчера лежал, размышлял, думаю, ну, по совести жить, это все, что жить по Христу. Не знать просто имени Его, а именно совесть, это же есть Сам Христос, вот. Вот, и когда ты живешь по совести, ты исполняешь Его заповеди, вот. К этому Господь-то и призывает, вот, когда мы говорим, что познай Господа, да, прими Его, вот, в сердце свое, это и есть совесть свою открыть для... Это я вот с сестрой, они перевозили меня, но это брат с сестрой, вот, которые везли меня. Мы по дороге как раз разговаривали, она мне как бы жалуется, да вот не могу уже, вот такое состояние, все люди просят, не можешь никому отказать, потом получаешь на свое вот это, ну, как бы... За доброту. За доброту потом тебя проклинают, ругают там родители, вот почему не едешь, тут выкрадываешь, ну, последние свои мгновения, не глядя на здоровье, на все едешь, вот, все откладываешь свое, и за это же получаешь, да, вот. А я говорю, ну, это видишь, это вот совесть так работает. А и у нас вопрос такой поднялся, нужна ли она такая совесть, да? А я говорю, вот, в Библии написано как раз о людях с сожженной совестью, когда люди, вот, не хотят просто жить такой жизнью, они ее запечатывают, и все, и она со временем атрофируется. Это я вот с Игнатью Тихоновичем говорил вчера, да, смотрю, ролики есть, ну, на регистратор снимают сейчас машины, регистратор стоят, да, и снимают, едет там фура, груженная бревнами, ну, видно, дубы какие-то, я не знаю, огромные бревна, и на повороте эту фуру заносит, и прицеп поворачивается, эти бревна по всей трассе, машины летят там на скорости, в эти бревна врезаются, понимаете, ну, то есть, видно, что там насмерть люди разбиваются, а эти, у которых регистраторы, они смеются и мутюкаются, и смеются, глядя на эту картину, да, я говорю, Ирна Тихоновичем, говорю, вот, какое состояние должно быть в тебе, чтобы ты, глядя вот на эту картину, смеялся, да, вот, как бы, прикольно, что он заснял всю эту ситуацию, и теперь он в YouTube все это выложит, да, вот, как это, как, что-то должно сердцем произойти. Ну, да, это повреждение, однозначно, повреждение. Это не норма, ну, становится, к сожалению, нормой, вот в чем. Сегодня все становится нормой, все извращения, все состояние становится нормой. Вчера педерастия считалась уголовно наказуемой, сегодня становится нормой. Завтра педофилия станет нормой, и что-то дальше там будет какое-то извращение нормой. Мы только догадываться можем, поэтому мир катится в какую-то страну. Священный мученик Аларион Троицкий, он об этом говорит, что христианства нет без церкви. То есть нельзя построить христианство без церкви. И то есть церковь является необходимейшим условием для Христа. То есть Христос-то ее основал для этого. Церковь, собственно, и несет в себе Христа. Без церкви нет Христа. Вот и все. Нас мало, мы как-то должны друг друга и поддерживать, но и в то же время вразумлять друг друга должны. Ну, понятно, да. По мере, как сказать, по нашей. А то мы можем зайти так. То есть где-то хоть это, не то что там, но если... Не, надо просто сообщаться. Сообщаться и выяснять, чем кто чем живет. Вот вы выяснили, я уже знал, чем вы живете. То есть вы там со мной прикоснулись, чем с моей душой. То есть это есть норма. Чувствую что-то не то. Вообще с вами там, может быть, поговорю. Я вижу, вы в нормальном состоянии находите. То есть нету вот этих всяких перепадов, как у нас. Ну, у нас то ли... То мы вообще уходим в поиск врага там. Всех из-вся там... Это шашкой рубим. Или со всех-всех любим. Всех-всех любим. Как у нас там. Все-всех поглощающая любовь. Такая любовь, в которой все... А, я говорю, а вы это... А, как этот... А, посмотрите фильм, посмотрите фильм, прямо если будет время. «Монах и бес». Да я вижу. Зловреднейший фильмец снял достаточно уважаемый для меня режиссер. Николай Досталь. Ну, я с вами потом, на следующий раз поговорю с вами. Может быть. Продолжение следует...